Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локки. И сегодня мы посмотрим в этом видео, как же развивалась серия футбольного симулятора FIFA от компании Electronic Arts. Погнали! Первая игра серии вышла в далеком 1993 году и называлась FIFA International Soccer. Также встречалось название FIFA 94. Игра принесла революционный для того времени вид 3 четвертых, в то время как у других игр использовался только вид сверху. В игре присутствовали национальные сборные стран, но с вымышленными именами игроков. Также использовалась максимально возможная на то время детализация самих игроков. В FIFA 95 было немного изменений по сравнению с предыдущей частью. В игре использовался все тот же движок, что и в предыдущей, но были добавлены клубы 8 национальных лиг. Бразилия, Германия, Италия, Испания, Англия, Франция, Голландия и США. Большинство игроков были взяты из состава сезона 1993-1994 годов. Имена все еще оставались вымышленными, но зачастую угадывались их реальные прототипы. В FIFA 96 случился прорыв. Была приобретена лицензия FIFA Pro, позволяющая использовать в игре настоящие имена футболистов. Впервые в игре для версии на платформах Sega, Saturn, Playstation, 32X и PC использована технология Virtual Stadium. С русского виртуальный стадион, внедряющий в игру 3D графику. И модельки футболистов стали более живыми на зеленом газоне. В FIFA 97 впервые был включен режим игры в футбол в помещении. А также использованы полигонные модели игроков с использованием технологии Motion Capture. Увеличено количество команд и лиг, за которыми можно было выступать. И также в игре появились комментаторы Джон Модсон и Энди Грей. FIFA 98. В этой части игры были сделаны значительные изменения. В частности, получил значительные улучшения графический движок игры. Стало возможным редактирование команд и отдельных игроков, используя внутренний игровой редактор. В игре появились 16 различных стадионов, улучшенный искусственный интеллект и добавлен режим Road to World Cup, включающийся все лицензированные национальные команды, члены FIFA. Был также представлен лицензионный саундтрек к игре, включающий в себя песни популярных на то время исполнителей. Одной из наиболее знаменитых и важных особенностей игры стали составы команд. У каждой сборной был правильный состав, включающий в себя даже игроков резерва или игроков, хоть раз сыгравших в отборочном турнире. Эта игра была последней из серии, вышедшей на 16-битных консолях. В FIFA 99 появилось множество новых лиг, что поспособствовало хорошим продажам игры и увеличению популярности. Также были значительно улучшены графические составляющие игры, анимация персонажей, уникальные формы команд и их эмблемы. Игрокам позволяло создавать свои собственные турниры и выбирать команды, которые будут в них участвовать. В игре присутствует режим European Super League, который включает в себя 20 лучших команд Европы, которые сражались друг с другом в большом групповом турнире. С начала 2000-х годов серия FIFA получила все больше критики за немногочисленные улучшения в геймплее, так как Electronic Arts занимались в основном улучшением графики и добавлением новых лиг в игру. FIFA 2000, быстрый и простой геймплей, создавал ощущение аркадности, что не могло радовать игроков. Впервые в игру была включена футбольная лига США. В геймплее новинкой же стала система пасов, когда определенные кнопки отвечали за пасы определенным игрокам. Также появилось графическое отображение силы паса. Красный цвет обозначал, что пас, скорее всего, будет перехвачен. Желтый, что шанс потери 50 на 50. Ну а зеленый, что опасности потерять мяч практически нет. В игре также присутствовали специальные классические команды из прошлого. Например, Real Madrid с составом 1950 года. Ну или сборная Бразилии времен 1970-го. FIFA 2001 В этой игре жизнь кипит не только на поле, но и вокруг него. Зрители, тренеры и запасные бурно реагируют на происходящее на поле. По небу движутся облака, освещенность меняется в зависимости от времени суток. Футболисты выглядят как живые. Каждый из них похож на свой реальный прототип. Не только внешний, но и по пластике движений. И даже по стилю игры. Благодаря новой системе скелетной анимации, спортсмены могут выражать эмоции посредством жестов и мимики. FIFA 2002 Ставка сделана на три основные фактора. Командная игра, командная тактика и достоверное моделирование реальных футболистов. Учитывающие и внешнее сходство, и стиль игры. В общей сложности в игре представлены 16 лиг, 450 команд и 10 тысяч игроков. А также смоделированы реальные стадионы со всеми их особенностями и болельщиками. Также в игре возможно создавать свою собственную команду, лигу и игроков. FIFA 2003 Полностью переработанный игровой процесс, мощный искусственный интеллект, командная игра. Огромное разнообразие тактик, абсолютная реалистичность поведения мяча. Огромный выбор национальных и межнациональных первенств, включая европейский клубный чемпионат. В котором, по аналогии с Лигой чемпионов, соревнуются 18 лучших европейских команд. 40 игроков, лучшие из лучших, обладают собственным уникальным стилем игры и фирменными финтами. FIFA 2004 Новая система управления игроками Off the Ball, позволяющая контролировать на поле не только игрока с мячом, но и находящихся вблизи других футболистов. Полностью переработанная система пасов. Теперь вы уже безошибочно сделаете точный пас на партнера по команде. На уровень выше стал искусственный интеллект. Появилась возможность поиграть с поклонниками серии во многопользовательском режиме и H-Sports Online. FIFA 2005 В игру вернули режим создания игрока, а также новый, улучшенный режим 15-сезонной карьеры. Большое отличие FIFA 2005 от предыдущих игр серии заключается в наличии первого касания, которое помогает исполнить реалистичные пасы и трюки. Кроме того, в игру впервые добавлена Мексиканская Лига. В FIFA 2006 был представлен усовершенствованный режим карьеры. В нем присутствует работа со скаутами, переговоры со спонсорами и заключение продления контрактов. Интересной особенностью является так называемый магазин болельщика. В нем можно открывать за накопленные баллы стадиона, игроков звезд, новые мячи, формы, бутсы и многое другое. FIFA 2007 Основные отличия от предыдущей игры – новая функция интерактивной лиги. Добавлены новые стадионы, возвращена турецкая Суперлига, которая отсутствовала 7 лет. Версия для Xbox 360 использует совершенно новый движок игры, который был создан с нуля. Впервые игра этой серии полностью переведена на русский язык и виртуальные матчи комментируют Василий Уткин и Василий Соловьев. Соперники в игре активно теснят друг друга, сталкиваются в прыжках, мяч имеет более реалистичную физическую модель. FIFA 2008 Введен новый режим игры – Be A Pro, в котором игрок управляет только одним игроком на поле. Версия для платформ Xbox 360 и PlayStation 3 использует усовершенствованный движок игры с улучшенной графикой и различными комментаторами, а все остальные платформы, включая ПК, используют старый движок. FIFA 2009 И H-Sports анонсировали новый режим игры и назвали его FIFA 09 Clubs. Режим является многопользовательским и доступен только на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Его смысл заключается в том, чтобы позволять игрокам создавать или присоединяться к уже созданным клубам по всему миру. В результате получится множество клубов, в которых игроки смогут проводить матчи в режиме Be A Pro. В FIFA 2010 присутствуют 50 стадионов и 31 лига, среди которых впервые появилась российская премьер-лига. Игровой процесс расширился большим количеством дополнительных возможностей, таких как борьба за мяч в воздухе, новая система ударов и выходы вратаря. Но совершенно не изменился в корне. Недостаточно разнообразная физическая составляющая сохранилась. Игроки все так же двигаются в восьми направлениях, мяч ведет себя абсолютно предсказуемо, появилась возможность управления мышью. FIFA 2011. Новая технология, включающая специальные базы данных и физическую модель, представит игрокам свободу в управлении игрой, возможность свободно перемещаться по полю и выполнять сложнейшие удары. Также с ее помощью будет реализована обработка столкновений между футболистами. Физическая модель игры использует новую систему просчета столкновений, что помогает вести более разнообразную, интересную и менее предсказуемую борьбу за мяч. FIFA 2011 использует виртуальные модели игроков. 62 различных стадиона и меню с поддержкой клавиатуры и мышки для быстрой и удобной навигации. В третий раз английскими комментаторами стали Мартин Тейлор и Энди Грей. Русскую версию игры озвучивали Василий Соловьев и Юрий Розенов. FIFA 2012. Впервые версия для ПК, PlayStation 3 и Xbox 360 созданы на основе единого программного ядра с одинаковым набором функций. Впервые игра была официально портирована на Mac OS X. FIFA 2012. Первая игра в серии с арабскими комментаторами. В FIFA 13 появилась Саудовская Премьер Лига. Впервые в серии был представлен арабский футбол. В русскоязычной версии FIFA 13 матчи комментируют Юрий Розенов, Василий Соловьев и новичок, который будет действовать у громки поля, Александр Логинов, победитель конкурса комментаторов, проводимых телеканалом Россия 2. FIFA 14 впервые переходит на консоли нового поколения PlayStation 4 и Xbox One. В версии игры для этих платформ используется новый движок под названием Ignite. В игре появляется режим под названием Совместные сезоны, где любой игрок может принять участие в сети его игре 2х2, объединившись со своим другом против двух других игроков и вместе вывести свою команду в первый дивизион. FIFA 15 на ПК получила новый движок Ignite, который разрабатывался специально под новое поколение консолей. FIFA 15 полностью лицензирована итальянская серия А. Чемпионат Бразилии отсутствует. Помимо этого в игру спустя несколько лет вернулась турецкая футбольная суперлига. Впервые в серии присутствуют все 20 стадионов английской премьер-лиги. В FIFA 16 впервые за всю историю серии появился женский футбол. Также в игру добавлен новый режим – футдрафт, в котором нужно будет выбрать схему и наиболее подходящего игрока из пяти случайным образом выпавших футболистов на каждую позицию, а затем сразиться с соперниками в серии из четырех поединков, чтобы получить награду наборы. Помимо этого в FIFA 16 были добавлены бразильские клубы. В российской версии игры появились новые комментаторы – Георгий Черданцев и Константин Генич. Не так давно Electronic Arts анонсировала FIFA 17, рассказав нам, что игра впервые в серии перейдет на движок Frostbite. Также из слухов пока известно только новый режим карьеры под названием «История», где мы в шкуре молодого паренька Хантера будем добиваться высот в английской премьер-лиге. Пока по самой игре режима Ultimate Team новостей очень мало, но я думаю в ближайшее время нам начнут раскрывать эти тайны и я надеюсь, что будут заметны улучшения и изменения в самой игре. По слухам, игра выходит 27 сентября 2016 года на всевозможные платформы. Будем ждать, будем надеяться на лучшее, друзья. Поставьте палец вверх под этим видео, если оно вам понравилось. С вами был Локи, всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok